Привет друзья и снова на канале наушники. Поговорим о модели HDS-1 от производителя Knowledge Zenith. Уши бюджетные, но при этом симпатичные. Но для нас главное в наушниках качество звучания и мы об этом обязательно поговорим. А пока давайте оценим продукт визуально. Поставляется KZ-HDS-1 в фирменной черной коробочке с фиолетовыми надписями на ней. В комплекте получаем сами наушники и сменные амбушюры. Две пары в отдельном пакетике. Сразу в глаза бросается компактный размер и необычный дизайн. Наушники HDS-1 доступны в шести разных версиях цвета. Голубые, зеленые, желтые, белые, красные и серебристые как у меня. Поэтому их можно рассматривать как вариант и для мужской и для женской части пользователей. Корпус имеет правильную цилиндрическую форму и выполнен из металла. С внешней стороны имеем три отверстия с металлической сеткой. Аналогичная сеточка закрывает звуководы. На каждом наушнике обозначено, для какого уха он предназначен. L левый, R соответственно правый. Фишка всех наушников Nolch Zenith – прозрачная силиконовая оплетка проводов, через которую видны сами переплетенные провода. Выглядит необычно и интересно. Провода не запоминают форму, поэтому не подвержены запутыванию. Общая длина провода от штекера до наушников 115 см. Штекер Г-образный в черном пластиковом корпусе. Из такого же материала выполнен разветвитель проводов, визуально напоминающий рогатку. Как видите, блока управления гарнитурой нет, равно как и нет микрофона. Большинство наушников от KZ имеют две модификации – с микрофоном и без него. Так вот, у меня модификация без микрофона. То есть, если вам позвонят, вы сможете ответить на вызов через сам телефон, будете слышать собеседника через наушники, но он вас может услышать только через микрофон телефона. Но KZ-HDS-1 выпускаются и в модификации с микрофоном и с блоком управления. Такой вариант уже является полноценной гарнитурой, но стоит чуть дороже. Я не эксперт в области звука, поэтому оценивать их звучание могу исключительно субъективно. Тестировал связки со смартфоном Xiaomi Mi 4C. Если вкратце, то на свои деньги они звучат хорошо. Очень громкие, басы есть, звучание ровное, играют чисто, на максимальной громкость искажений я не услышал. По умолчанию, на наушники установлены самые маленькие амбушюры. При их использовании мне не хватало звукоизоляции. После установки насадок других размеров с этим стало получше, но все равно идеальной звукоизоляции мне достичь не удалось. Впрочем, тут все индивидуально и многое зависит от формы ваших ушей. Но все в этой жизни познается в сравнении. Если сравнивать с гарнитурой Xiaomi Hybrid, то, конечно, гибриды выдают более объемный звук, более глубокий и насыщенный бас. При этом по громкости KZ-HDS-1 практически не уступают гибридам. Но такое сравнение изначально нечестное, так как Xiaomi Hybrid стоит в два раза дороже и было бы нелепо, если бы они звучали хуже или так же. А вот гарнитура Lenovo LH-102 подходит для сравнения значительно лучше, так как стоит буквально на пару баксов дешевле, чем HDS-1. И здесь снова все логично. Более дорогие и более современные KZ-HDS-1 звучат значительно лучше, чем LH-102. Наушники от Lenovo более тихие, менее басистые, да и качество звука в целом у них заметно ниже. Очень хотелось сравнить HDS-1 с наушниками Xiaomi Use Edition, которые у меня уже были на обзоре. Но на данный момент Use Edition у меня на руках нет, а сравнивать нужно именно лоб в лоб, вернее ухо в ухо, имея обе модели на руках. Основными достоинствами KZ-HDS-1 я считаю прикольный дизайн, компактные размеры, множество вариантов цвета и приличный по качеству звук, который нечасто можно встретить в этой ценовой категории. Версия без микрофона сейчас стоит примерно 7 долларов, гарнитура с микрофоном и блоком управления обойдется на пару баксов дороже. Ссылки, где купить обе модификации, как всегда, оставлю в описании. И на сегодня все, пока!